Микс Ньюс Отличное, личное, личное утро Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро Каждую пятницу на радио Болтком После девяти утра Личное утро И говорим доброе еще раз утро Евгения Шафранек, Олег Пека нам помогает Евгений Копеин, звукорежиссер И сегодня в нашем личном утре Латвийский кинорежиссер Станислав Такалов Доброе утро Здравствуйте Создатель фильмов То, что они не видят Или то, что никто не видит То, что никто не видит Очень крутой фильм И многих других картин Тоже очень крутых Мы сейчас поговорим о нескольких Сразу, наверное, проектах новых И поговорим о том Как можно Принять участие в съемках Фильма Давай сразу про деньги Давай про деньги Давай про деньги Мы начали говорить за эфиром Ты получил полмиллиона На что? За что? Куда ты их дел? Нет, еще пока не получил Я не видел На бумаге написано То есть Национальный киноцентр Который является органом Выделения средств На создание кино Как вы знаете В Европе Государство помогает Создавать кино Выделило на мой следующий Художественный фильм Сумму Полмиллиона? Да А это много или мало? Это довольно мало В контексте художественного кино А можно себе чуть-чуть взять? Себе нельзя взять Режиссер в Латвии Получает, чтобы вы понимали Полтора процента примерно От этого Вот можете сами посчитать Это будет за четыре года, например Да, за четыре года Четыре года работы Полтора процента Простите меня Ну, я не знаю С какой профессией сравнить Чтобы никого обидеть Если разделить На контексте четырех лет Ну, в контексте четырех лет Это смотреть в срезе Сколько примерно Зарплата такая То зарплата получается Я вот помню Я видел один раз объявление На кассира в Реми И очень похоже 250-350 евро? Месяц, да, получается То есть Ну, это просто реальность То, что режиссер в Латвии Не может только этим заниматься То есть такой профессии Как режиссер кино В Латвии не может быть И поэтому Тебе необходимо заниматься Еще какими-то вещами А какими? Что еще может делать Режиссер? Каждый сам для себя выбирает Например, там Айкар Апетян Друг мой хороший Делает там оперы Вот так у него жизнь сложилась Там Янис Норт Который Тоже моего поколения режиссер Снимает очень много реклам Я Делаю все по чуть-чуть И больше концентрируюсь На какие-то образовательные проекты Мне просто это ближе Ближе ко мне А не обидно? Ну вот не обидно, что я не знаю Сидят там голливудские режиссеры Все в шоколаде Нет, мы же не голливудские режиссеры Нужно реально понимать Своё место В контексте мирового кинематографа Что мы двигаемся Во-первых, мы существуем В парадигме европейского кино А не голливудского Голливудское кино очень далеко От того, что мы делаем Это авторское кино Авторское кино в России Это ругательство А в Европе Это знак качества Но вот я не совсем Всё равно понимаю Зачем нужно 4 года? То есть по идее В Голливуде режиссёр Ведь это достаточно такая Ну не прагматичная А утилитарная профессия То есть Его задача Вот Ну конкретно Организовать съёмочный процесс Он очень часто Приглашённый человек Да Приглашённый на сценарий Которую И идею Которую лелеет Продюсер Уже какое-то время И там уже всё расписано Практически Да В авторском кино Очень часто режиссёр Участвует Или сам пишет Или очень плотно Участвует в создании сценария Но я вам расскажу На примере своего проекта Я Два года Писал сценарий Мы в прошлом году Также участвовали В конкурсе Но там не выделили финансирование Сказали, что Сценарий не готов Что мы на слишком Ранней стадии пришли Весь этот год Я пытался Точнее Выявить Тематику И точнее Прописать сцены Просто сделать этот сценарий Лучше Ну, говоря простым Со всем языком Мне кажется Мне удалось сделать Какой-то шаг вперёд То, что и было Оценено в киноцентре Я Смотря на Ошибки Сделанные в прошлом Художественном фильме Для себя Внутренне Не хочу Сразу бежать И снимать этот фильм Потому что Не в количестве Суть А суть В качестве И я для себя решил Что снимать я начну Только в следующем году И что я год Уделю Зная Что мы этот фильм Точно будем делать Что вы не представляете Насколько это приятное чувство Когда ты знаешь Что фильм будет создан Когда ты не в неизвестности Какой-то существуешь А наоборот Абсолютно уверен Что это будет Я год Хочу Из Очень хорошего сценария Создать Выдающийся сценарий И только потом Приступить к съемке Это единственная Возможность Снять Хороший Очень хороший Или выдающийся фильм Насколько Легко себя Усадить За стол Начать писать Потому что Ты понимаешь Ну год Это же еще так много Я думаю Что очень по-разному У людей происходит Мне занимает Где-то Три дня Три дня У меня вообще Я как бы Пошу ночью Три дня Чтобы сесть Чтобы начать писать Я пишу по ночам Мне ночь В мое время Я днем Не могу писать Ни зимой Ни летом Все равно темно Светло Мне нравится то Что мне никто Не может позвонить Мне нравится Само ощущение То что все живы Но они спят То есть все хорошо Но они мне не будут Звонить Потому что они спят И у меня занимает Три дня Переход Из такого пространства Я не знаю Может быть я это Сам себе придумал Из такого Пространства Обыденности В такое Очень специфичное Пространство Невыспавшегося Физического тела Такого Полусломленного Я сейчас Ты такой живенький Сейчас сидишь Нет Сейчас я живенький Такой То есть я еще не сел На сценарий Нет И такое Полусна Глубокого Такого соединения С подсознанием Где уже нету Такого Что ты спишь Ночью Днем работаешь Где ты Спишь Два часа сидишь Потом спишь Пятнадцать минут Это называется Система така Я просто очень верю В то Что мы намного умнее Чем наше сознание И я верю Что если у меня блок Например Я не могу придумать сцену Что все Что мне нужно сделать Это пятнадцать минут поспать И Ну Каким-то образом Выйдет другая мысль И я когда проснусь Уже не будет этой проблемы А ты можешь тогда Растолько поспать пятнадцать минут Да И я как бы Ну ломаю специально Это Как бы Систему сна Чтобы Мне кажется еще Что Очень часто Если мы говорим О художественных работах То Очень часто Худшие идеи Приходят первыми Я не знаю Как это объяснить То есть Поверхностные идеи И клише Это та идея Которая придет первой И ты ее обсеиваешь Да И хорошая идея Это седьмая Десятая идея Пятнадцатая На Одну и ту же ситуацию А как понять Что эта идея Вот все Огонь Берем Делаем Ну вот там и заключается Работа сценариста И режиссера Ты внутренне Пытаешься почувствовать Нет предела совершенства Двадцатая будет лучше Чем пятнадцатая Двадцатая Не буду пока это писать Сейчас еще подожду Два месяца Вот придет Та самая Гениальная Ну так я якобы не жду Действительно Нету Нету предела совершенства Но есть предел Возможности человека В финансовом Да И значит Когда ты понимаешь Что деньги заканчиваются Надо садиться И все-таки писать Или послезавтра Ты уже такой белый Совсем весь И как бы С людьми уже не разговариваешь Ты понимаешь Что чтобы вернуться обратно В какую-то реальность Существования Что надо как бы Останавливаться И лучше Идею Ты уже придумать не сможешь То есть когда Влад Начинает засыпать На любых интервью На 15 минут Это значит У него процесс идет Идея Генерация идеи А вот само ощущение Когда что фильм Должен быть уже снят То есть вот это вот Предвкушение То есть этот момент Между вот тем Когда фильм сложился В голове И он отснят Можно ли сравнить его С Мой друг В студенческие времена Он говорил Ты не понимаешь Вот момент Когда я купил бутылку И несу ее домой Вот мы ее еще не сели Распевать Это самый счастливый момент Я тоже слышал У некоторых Людей Которые Очень любят свой алкоголь Что самый счастливый момент Это еще до того До начала Я согласен Я думаю Также есть До того Как ты начал снимать Когда ты о нем Думаешь Это такое очень волшебное время Потому что Любой человек Который прошел Создание художественного фильма Понимает Что это самое Самое В этом и есть В этом и есть искусство В момент подготовки То есть Глупо думать Что искусство происходит В момент съемки Съемка Это жесточайшая Очень техническая Очень безжалостная Стройка Я съемку саму Называю стройкой И если ты не подготовился К этой стройке Твой дом рухнет Сразу И Ну Без вариантов Ты в любом случае Рухнешь И снимешь Что-то очень среднее Или очень посредственное То что не имеет Никакого отношения К искусству Только подготовкой В этом на самом деле Главное различие Например Съемки Как снимают Технически Русские кинематографисты И на постсоветском пространстве И как снимают американцы Всегда не хватает денег Это классическая ситуация Денег не хватает Еще на моменте Придумывания идеи Уже деньги Уже перетратили Уже не на что Закончить фильм Дайте пожалуйста еще И что вырезает Продюсер русский Подготовительный период А американцы Готовятся год Художники Два года Три года Они не всем Потому что на подготовке Намного меньше людей надо Тебе не нужен Осветитель Восемь На подготовке Потому что ты Пытаешься придумать Как ты это будешь делать А съемка Это очень дорого И они готовятся Чтобы удешевить И снять Любой фильм художественный Который вы видите Американский Снят Плюс-минус За 35 дней Даже самый сложный Это вот тот период За который снимается Полнометражный художественный фильм Но этому предшествует Полтора года Год подготовки Очень плотный Когда ты Тебе ничего не может удивить Ты пришел снимать дом И он сгорел Ты знаешь Где у тебя второй дом Потому что ты год готовился И ты говоришь Ну хорошо Ладно Значит так сегодня Карта Но когда начинается съемка Вот все ли Ну вот и вдруг Насколько соответствует Этот вот идеальный Идеальный дом Тому который снимается То есть Ведь наверняка Все начинается идти Не по плану Хорошо Здесь нету Не знаю Там белых занавесок Придется вешать красный Ну не знаю Начинаются вот какие-то моменты Где эти компромиссы Могут быть Это не компромиссы Я бы даже назвал их Мне кажется Что Я например Никогда не рисую Стори-борд Стори-борд Это Ну Раскадровку Не делаю Я Мне Повезло Я не знаю Повезло или нет Я слушал подкаст Оператора Я сейчас не вспомню имя Оператора Фон Трира Который снимал Нимфоманку Который мне очень понравился И он сказал Одну вещь Гениальную просто Что каждый день Они приходили на площадку Они действительно Готовились год У них даже была Конституция их фильма Ну Как бы прописанная Пунктами Что они будут делать Что они не будут Делать Которая была всем Отправлена За полгода И который Каждый должен был Прокомментировать И он сказал Каждый день Я прихожу в пространство И пытаюсь по-новому Его понять Потому что Сегодня Это совсем другая комната Чем была вчера Или в тот день Когда мы ее смотрели По-другому падает солнце Прошло время Сюда заходили люди Со своими энергиями Что-то по-другому Если я Приду со сторибордом То у меня перед глазами Будет вот так вот Листок С раскадровкой Который мне нужно сделать Потому что Ну Тридцать человек Спрашивают меня Что делать И Если у меня ничего не будет Я приду То у меня вот Будет это мгновение Когда я смогу Просто взглянуть На это помещение И подумать Действительно То решение Которое мы приняли Лучшее решение Или Есть Что-то Еще более близкое К той теме Которую мы хотим Рассказать И что еще больше Раскроет А ты считаешь себя Крутым режиссером? Нет Нет Я Я Не считаю Я вообще про это Никогда не думал Ну то есть Мне Ну бывает Так вот Выходит в картина Думаешь Молодец Красавчик Айда Пушкин Айда Пушкин Да Нет Нет Мне есть Два кадра За прошлый фильм Которые мне кажется Что у меня очень хорошо Получились Это я сейчас Ну очень откровенно Да Говорю Которые я считаю Что-то что я не видел До этого в кино И Вот это я считаю Что Эти два кадра Очень хорошо В этом На срезе Полуторачасового фильма У меня получились Я до сих пор верю В тематику этого фильма И мне его очень больно смотреть Потому что я вижу Как я могу сделать лучше Сейчас уже прошло Четыре года А вот это чувство Кстати стыда Бывает Бывает Сможешь Своей старой работой У меня по жизни Я в стыде Живу В стыде всего С чувством легкой вины Да С чувством легкой вины И стыда Это мое Перманентное состояние Но Это не чувство стыда Это просто Ну как бы Обида Что ты не можешь смотреть Где ты видишь Где можно было По-другому сложить Эти стены Можно точнее было сказать Ну просто Ну очень тяжело смотреть Работы Не можешь подключиться Ни к содержанию Ни к чему Ты просто Технически Отсматриваешь Сложенные кадры Вместе И какой эффект Они создают Ну если я не могу Посмотреть Свой фильм Как фильм То есть я лишён этого А чужой фильм Ты можешь прийти в кино И просто Посмотреть фильм Иногда Какой последний фильм Посмотрел чтобы просто Очнулся в конце Думаешь ну наконец-то Я не раскадровку смотрел Там не диалоги Переписывал В голове где-то А наслаждался Интересный вопрос Задумался Да Наверное Фильм Окче Режиссёра Парка Который Ну несколько лет Два года обратно Был на На Каннском фестивале Про большую свинью Про большую свинью Про большую свинью Которую девочка Пытается спасти А вот эти режиссёрские версии То есть условно Всегда же у режиссёра Есть возможность Ну потом Что-то тогда делать в фильме И выпустить там Скажем как Альтернативную версию Нет Мы сейчас перемонтируем С Женей Ткачуком Есть такой актёр Художественный фильм Который вот В котором он снимался Мы придумали У нас просто фильм Изначально был Три с половиной часа Как бы Ну очень большое количество Материала И мы придумали Встретились И придумали Как Лучше По нашему мнению Сделать Мы ещё не знаем Будет лучше или нет Но мы Перемонтируем И выпустим Версию С другим названием Да У нас сейчас Небольшой перерыв Мы уйдём на перерыв Потом вернёмся И продолжим И про детей поговорим Про работу Микс Нет Шестой Какой я старый Шестой год Мы собираемся Потому что Едём на перерыв Задача Как-то себя защитить Социально Потому что Это считается Как бы Очень Высокого уровня Профессии Когда ты говоришь Это лучше Чем если ты скажешь Что будешь Сантехником И также Расширить понимание Что есть огромное Количество профессий Чтобы вы понимали Люди Которые заканчивают Режиссуру Ну вот У меня с курса Я в Лондоне Заканчивал режиссуру В университете Два человека Я И один В Индии Снимает В Болливуде Из 25 человек И это не то Что у меня Какая-то плохая школа Если мы посмотрим На ВГИК Я смотрю Ну ребята Которые Друзья заканчивали Два Три человека С курсов 20-25 человек То есть Это реалистичный процент Людей Которые становятся Режиссерами А что с остальными Происходят Остальные Становятся Или Как бы Выбирают Другие профессии В кино Я думаю 50-60 процентов Становятся Художниками Постановщиками Режиссерами Монтажа Ассистентами Режиссера Ассистентами Режиссера Продюсерами Операторами Ну Разбредается И другие Просто понимают Что это не для них Что вполне возможно Это какая-то мечта Я на самом деле Для себя Только в прошлом году Раскрыл Почему я думаю Мне так близко Это было кино Я вспомнил ситуацию Когда мы с мамой Пошли в кино Когда мне было Лет 5-6 И фильм Был на английском С субтитрами И я не успевал читать И мама Весь фильм просидела И на ухо Мне переводила Что происходит Фильм был о Санта-Клаусе Каком-то И мне кажется Что это у нас Был очень такой Близкий момент И у меня просто Как у ребенка Зафиксировалось Что кино Это любовь И я Ну как бы Я прям вспомнил Очень отчетливо Этот момент Я думаю Что это одна из причин Почему я этим занимаюсь А можно я задам вопрос Не по делу Почему такой загорелый Я Пытаюсь Выбить из себя дури Играя в пляжный волейбол И Я не знаю Что мне нравится Больше кино Или пляжный волейбол Я не то чтобы Очень хорошо играю Я хорошо играю Но абсолютно на любительском уровне И я вот Дал себе обещание Максимальное количество часов Этим летом Бить мяч Далеко Близко Сильно Слабо По-русски называют Тренироваться Тренироваться Да И быть спортсменом Но если вернуться Простите Я улетел В астрал Как это часто происходит Мы Какое-то время Два-три дня Вот встречаемся Со всеми специалистами Кино пытаемся просто врубиться Как Как этот вот целиком Какую-то картину себе создать Создание Говорим о том Какие этапы в кино Как писать сценарий Как Как снимать Что потом происходит Какие люди вовлечены Просто такую общую картину создать И потом Мы начинаем писать сценарий Каждый пишет Свой сценарий У кого-то получается Лучше У кого-то хуже Потому что не каждому Не каждый Создан для того Чтобы быть сценаристом Мы выбираем Один лучший Написанный сценарий И его снимаем Все вместе Ничего себе То есть это Прямо вот создается Кино на Да И потом снимаем Этот короткометражный фильм Очень разные темы О которой говорят Юноша Каждая свое Потом мы его снимаем Монтируем Складываем Красим Я присутствую Но мне кажется Ребята Ребята И девчата Делают это сами Ну то есть я только Не позволяем Свалиться Или куда-то Куда-то Выйти в астрал Как говорится Хорошо Во-первых Не обидно ли тем Чей сценарий не взяли Они старались Они делали Нет ли это ощущение Какой-то зависти Такой может быть Обидно Нет Это нормальная ситуация Во-первых Я считаю в мире То что выбирается Один Который мы можем Реализовать А Б Который И каждому Ну я стараюсь Каждому уделить Время Обсудить И дать понять Что вполне возможно Можно улучшить И с багажом знаний Которые мы За это время получаем Очень Можно просто взять И потом самому снять Что многие ребята И делают А какие критерии Вот выбора Лучшего сценария Ну чтобы было понятно То есть это Ну возможности Что-то что мы можем Да Что-то что мы можем Очень часто Это не только Художественная ценность Это еще что-то Что мы можем реализовать То есть прилет Инопланетян Там Да 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 что-то что мы можем На высоком уровне реализовать Но я приведу пример В прошлом году Мы снимали Очень простую историю О Девочке Которая У которой был друг Очень долгое время Всю начальную школу Года 7 класса И она Похорошела И Начала тусоваться С крутыми ребятами Своего класса А друг стал Аутсайдером И И она Вот стояла Перед выбором Как бы Понимание Как дружить с ним Или Подчиниться Социуму И так же Издеваться над ним И вот О их взаимоотношениях Была история Нашего короткометражного Федера Она отправилась На фестивале Да Потом даже Да Мы Нас пригласили Мы Решили не ехать Потому что Решили не отправиться Но в этом году Мы Нацелены На то Чтобы поехать Все таки Потом Давай Расскажем Наверное Нашим слушателям О том Как Можно Попасть Вообще Как это все Оформляется Вот у меня есть ребенка Можно ли ребенка Отправить Или Какого возраста Ребенка Можно Мы В этом году Решили Изменить Критерий Отбора Всегда Это было Эссе В этом году Мы решили Как бы Уже заниматься Практикой Пока Мы отбираем Детей Мы Ребенок Юноша Ребенок Вот с какого возраста Мы сейчас говорим Очень разные У нас есть И Седьмой И восьмой Класс Старшеклассники И первые курсы Университета Даже То есть начиная Лет С четырнадцати Можно уже пробовать Да И в этом году Конкурс Выглядит так У нас есть документальный фильм Который после прошлого Тайсом Кидорглаз Позвали реализовывать проект И мы снимаем фильм О сеньорах О пожилых людях Очень разных Которые живут в пансионатах Которые живут дома Пытаясь поговорить О вопросе О вопросе том Что один день пожилого человека Считается менее ценным Чем например Один день Молодого человека В нашем обществе И что это не так Что у них тоже есть мечты Что это живые люди И нельзя такими категориями мыслить То есть эта группа Определенным образом Ну как бы Отодвигается От социума И считается Не самой важной Мы хотим Не хотим никого учить Не хотим морализировать Хотим просто показать Интересные истории Про пожилых людей И Каждый Юноша Который хочет участвовать Потом Или девочка Юноша Или девушка Которая хочет участвовать Потом в курсах Идет в пансионат У нас мы дружим С большим количеством Пансионатов И пожилых людей И Разговаривать с ним Пытаясь Как документалист Найти его историю Самую интересную В нем Спрашиваем Надо снимать Снимать Надо или нет Записывает на диктофон И потом делает Транскрипт От этой истории Делает несколько фотографий Крупный план Общий план Место где живет Этот человек Место где он гуляет Создает такое портфолио Этого Потом мы встречаемся С этими юношами И обсуждаем Как мы можем Снять этого героя Если история Действительно Присутствует Мы едем И вместе снимаем И потом этот Художественный фильм Ну художественный Полнометражный Не художественный Документальный Документальный Художественный фильм Вот так вот правильно Будет состоять Из 10-15 Коротких сюжетов Коротких историй По 3-5 минут Разных пожилых людей Абсолютно разные истории Кто-то О том Как он хочет поехать На пароме Таллинг Кто-то О чем он сожалеет Кто-то Что он будет делать Сегодня Куда заявки Подавать Заявки Надо подавать Первый шаг Который вы можете Сделать Это просто Написать Что вы хотели бы Участвовать Куда Кому написать На email TysonKino At gmail.com А вот Подросткам Допустим Которые живут В совершенно Других реалиях Насколько Интересно Общаться С пожилыми людьми То есть Насколько Они открыты С удовольствием Потому что Они думали Что сейчас Они как начнут Снимать блокбастер А тут Надо разговаривать С сеньорами Знаете Как Я думаю Что это им интересно Я вижу Просто Ребята Которые К нам приходят Которые Действительно Хотят Заниматься Кино И Понимают Что это Не так Просто И что Это сложно И готовы Сделать Шаг Навстречу Мне Чтобы Чтобы Потом Получить Весь этот Багаж Знаний И попробовать Снимать художественный Фильм Готовы Вложить Своё время И пойти Поговорить С героем Фильма Не надо путать Герои фильма Очень разные Бывают И я считаю Что Такими категориями Мыслить Говорить Ну С Пожилым Человеком Со Спортсменом Или с этим Мы воспринимаем Его как Героя фильма Мы пытаемся Думать Как документалист Мы пытаемся Думать Как Кинематографист И как Создатель кино Поэтому Я думаю Что В такой Парадигме Такими категориями Вообще Не может Кинематографист Мыслить У нас есть Звонок Отлично Здравствуйте Здравствуйте Можно буквально Вот в рамках Вашего интервью И в контексте Вашего сценария Или в контексте Интервью Рассказать Историю Буквально Пару минут Очень интересная Значит Как-то я Занималась Уборкой Дома И у меня Был включен Телевизор Я его не смотрела Простите Пожда У вас есть вопрос Просто у нас Осталось Буквально Несколько минут Мы просто Не успеем Рассказать Буквально пару минут А у нас Просто на разговор Нет Давайте мы Наверное У нас все-таки Есть герой Который мы должны Дополнить Мы думали Что у вас есть вопрос Вопрос к герою Да Ну мы Просто остановились На том Что значит Им придется Поговорить Пообщаться А может ли это быть Человек не из пенсионата Например его родственник Близкий Конечно Но я считаю Что особенно Если это первый опыт Такой Что нужно идти К чужому человеку Потому что Есть красота В этом Что если бы ты Не пойдешь К этому человеку Ты никогда не узнаешь Его историю И в принципе Ты никогда с ним Не встретишься Это Мне кажется Требует Большого багажа Знаний И циничности И ну То есть Герц Франк Когда ему уже было За 70 Начало Своей семье Снимать Виталий Манский Вы знаете Документалист Известный Буквально Недавно Автор Снима Путин Автор Автор Фильма Да И фильм Родные Фильм о его семье Который Три года назад Насколько мне не изменяет Память Вышел Ну В взрослом возрасте Уже занялся Этим вопросом Это требует Определенного Как мне кажется Багажа знаний И Опыта И определенного Документального Цинизма Чтобы ты мог Со стороны Посмотреть На свою Семью Не Испытывая Таких чувств А чужой человек Это сложно Да В начале Но потом Когда этот человек Тебе открывается Мне кажется Это невероятно Интересно Также можно позвонить Если есть Какие-то вопросы На номер 275-459-25 Это мой номер Есть родители Которые очень Только бы Дополнительно Переживают Скажем так За своих детей Чаще В русскоговорящих Семьях У меня мама Такая Которая Хочет все узнать И больше контролировать Мама Немножко На сетке Мама Немножко На сетке И тогда Можно позвонить И спросить Все волнующие вас Вопросы Мы отбираем 30 человек Вот А сколько А сколько Обычно Претендует Ну обычно Где-то 4 человека На место Мы берем Максимальное Количество Которое Мы можем И все Кто пришлет Анкету Сможет Попробовать Себя А В создании Этой истории Вполне возможно Фильм Который мы Собираемся Создать Будет показан По латвийскому Телевидению В итоге Я беру На себя ответственность Что мы Создадим Продукт Который Будет показан Вполне возможно Именно ваша Короткая Документальная история Вы сможете Себе посмотреть По телевизору Вы не представляете Какая-то радость Там в 17-18 лет Увидеть Свою Изборье Да Меняется Сознание Что ты действительно Что ты можешь И на Тайсен Кино Мы берем 30 человек Которые проходят Теоретическую часть И снимают Но всех остальных Мы также задействуем В создании фильма В той или иной степени То есть мы Пытаемся Всех Кто к нам Обратился Каким-то образом Включить Устроить А кто Кто главный Кто лидер Когда например Берется сценарий Да Вот ты выбираешь сценарий Который тебе кажется Наиболее удачным Вы начинаете Мы вместе Пытаемся выбрать его То есть нет того Что например автор сценария Начинает так немножко Так прессовать Остальных То есть это же Мой сценарий Я лучше Нет Я как бы по себе Помню Я Ну никогда Надеюсь это не забуду Что Ты не уверен Почему Ну как бы Никогда нету такого Что человек Да Я знал Что мой сценарий Лучший Все Очень часто Юноши Не уверены Зачем Почему вы вообще Выбрали мой сценарий Это точно худший А не лучший Мы его будем снимать Сейчас все будут его читать Но И моя задача Как преподавателя Просто помочь Ребятам поверить в себя Что они могут Потому что я тоже был В их позиции Я Ну Сначала шел На юридический факультет Потому что Мама всегда считала Что Это Надо чего-то серьезному Получить Чего-то серьезного Что это в принципе Не работает Мне кажется Она до сих пор Не удивится Если скажу Ну ладно Да я пойду В офис работать Хотя она видела меня По телевизору И как мне вручают награды Смотрела Только бы видит На фейсбук-ленте Фотографии Там с фестивалей По всему миру Я думаю Что она до сих пор Как бы Неплохо отнесется Да Потому что Если я наконец-то Гитара хороша Как хобби Джон Ты не заработаешь Ею на жизнь Говорила тетушка Мими Джону Леннону Да И самое страшное Это вот Не вера в себя То что вообще Это кому-то нужно Я написал этот сценарий У меня вот Я помню Такой переломный момент Он был Ну Позднее Он был где-то В 22-23 Когда кто-то Прочитал мой сценарий О Михаиле Талле Художественной В Америке На английском И сказал Это Ну как бы Надо делать Какой-то продюсер На каких языках ты пишешь? На русском На английском И сейчас На латышском Очень стараюсь Тоже писать То есть ты изначально Пишешь сценарий На том языке На котором он Будет читать Или переводишь Или что? Я пишу На русском И на английском На латышском Требуется немного Помощи И все Мне Но это временно Это через год Уйдет Необходимость На английском Я пишу Потому что я учился На английском У меня в принципе Все знания Большая часть На английском языке В голове А вот еще Поучиться не хочется? Вот ты преподаешь Я сейчас учусь Получаю степень Магистра У меня два бакалавра У меня есть еще Бизнес образование Мама Которая Преподает Преподаватель В университете Была очень рада Что я это Закончил Тоже параллельно Я сейчас учусь В Култерс Академии Получаю степень Магистра Хочу получить степень Доктора Чтобы именно Вот эти проекты Я думаю Искусство Доктор Искусство С акцентом На кино И каким-то пониманием Но есть как бы Доктор истории Искусства Или как это будет звучать? Не история искусств Я не знаю Я потому что Заканчиваю сейчас Магистра Кем я буду А зачем еще Я бы хотел Я бы хотел Иметь эту степень Чтобы я мог С данным проектом Выйти на Европейскую Какую-то Арену И была у меня Возможность Потому что Это очень две разных степени Практик Режиссер И Академическая степень И преподаватель Они Ну В параллельных Коридорах Как мы говорили Существуют И я бы хотел Просто Чтобы у меня была Возможность Ребята Отсюда Отправлять По всей Европе И используя Докторскую степень Я могу С большим весом Обращаться Какие-то европейские Институты Для реализации Каких-то Идей То есть ты учишься Для того Чтобы потом Лучше помогать Своим ученикам Это очень благородно Нет Чтобы просто На большем Но большем уровне Да Помогать И на Чтобы мы могли Ездить куда-то Чтобы вот я Пришел к вам Через Не через два года Через три И сказал Что мы делаем Тайсон Кино В Италии И вот Все кто выиграет Мы вместе Поедем Снимать фильм Верону Две минуты У нас осталось А вот я просто Очень хотел задать Вопрос Проект Прибалтийских Русских Ну вот если можно Буквально за минутку Приоткрою Завесу тайны Что это будет Да Я начал съемки Документального кино Я считаю Что мы Уже Ну как бы 28 лет Жили в независимости И всегда Русские Которые жили В Прибалтике Отличались От русских Которые жили В России И с каждым годом Для меня Это становится Все очевиднее Очевиднее Что Мы здесь Это Очень сложный вопрос Очень сложный Пласт Мы понимаем Что мы здесь Как такой Подвид И чем Дольше мы живем В независимой Латвии Тем больше Мы начинаем Выходить Как отдельная Такая группировка Полмиллиона человек Со своим Каким-то пониманием Жизни И мне очень интересно Как 32-летнему Человеку Который Никогда Не станет Латышом По Понятным Причинам Потому что Просто Нету во мне Этой крови Я не чувствую Что я русский Когда я приезжаю В Москву Что я именно Такой Русский Русский И то есть У меня есть Определенная Потерянность В понимании Кто я И на этот вопрос Я хочу попробовать Сквозь документальный фильм Посмотреть Ответить Посмотрев На судьбу Бабушки моей Которая Ветеран войны Один из Ветеранов Девятого Мая На судьбу Сестры моей Которой Только что Исполнилось 18 лет И которая Учится уже В латышской школе На судьбу Мамы Мои преподавателя Которая Сейчас Усиленно Учит Латышский язык Чтобы На нем Преподавать В связи С принятием Закона Посмотреть На каких-то Других людей Которые Как они С этим Сталкиваются Просто Создать Портрет Такой Глубинный Нашего Общества Русской Общины В Латвии Возможно В странах Прибалтики Документальное кино Это такая история Может куда угодно Тебя унести Но это Тот вопрос Который Я хочу Ответить В первую очередь На который Я хочу ответить В первую очередь Для себя Ну Кто я такой Многие хотят На него Действительно Тоже ответить Желаем Успехов Да Желаем успехов Желаем побольше Финансирования И еще Приходите к нам В гости Какой короткий Оказался этот час Только начали И уже час Закончился Станислав Токалов Был сегодня На нашей студии Евгения Шафран Спасибо вам большое Что пригласили